Победителями и призерами Всероссийской предметной олимпиады в этом году стали 196 серпуховичей. Трое из них участвовали в заключительном этапе конкурса. Накануне мы встретились с самыми умными участницами умников и умниц и их педагогами. Ученица школы номер 9 Дарья Попушева занимается со своим учителем по литературе. Предмет увлекательный. За один урок с педагогом хочется обсудить многое. Например, как писатель Александр Сергеевич Пушкин из романтика превратился в реалиста. С чем связана твоя личная интерпретация как читательницы? И помнишь, что это уже 21 век. Мы с тобой на пороге технических революций, мы с тобой на пороге вот такой мобильной связи. Мы с тобой на пороге таких вещей, которые всегда упрощают нашу жизнь. А что с душой? Книги. Именно они переворачивают сознание, выворачивают душу наизнанку. Так считает Дарья Попушева. Литература не учит, она помогает проживать что-то. И каждый человек, я думаю, должен не слепо принимать и считывать, а разбираться с вопросами, поставленными в произведениях сам. Как, например, «Калечина-малечина» Евгении Некрасовой. Актуально, современно, а главное – жизненно. «Калечина-малечина» – это книга о травле в школе, о социальной травле ребенка, о семейных взаимоотношениях. И она настолько о нашей жизни, что не может ни цеплять, не может ни тревожить. Думать, размышлять, быть самими собой, иметь свою точку зрения. Именно этому старается научить школьников учитель литературы 9-й школы Светлана Шармар. А еще мне очень хотелось бы, чтобы наши дети сохранили душу, сохранили русские традиции, сохранили то, да, Даша, благодаря чему мы вместе. Правда? Поэтому очень важно, наверное, мне было тогда еще понять и увидеть, что я смогу чуть-чуть этому способствовать. Чтобы школьники стали более благородными, порядочными людьми, а главное – умели любить, этому старается способствовать и учитель русского языка и литературы гимназии номер один Зоя Щепилова. Книга – это и есть та самая жизнь, которой мы живем. И нет ни одного произведения, Риша не даст соврать, да, которое бы сегодня, вот из нашей школьной программы, по крайней мере, да, не было бы актуальным. В произведении «Прощание с матерой» педагог разбирается своей ученицей Ириной Фатьяновой, которая тоже стала участницей заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады по литературе. Педагог пытается затронуть заживое. Распутин, да, читала уже «Прощание с матерой»? Пока нет. Еще нет, но сейчас прочитаем, обязательно обсудим. Проникновеннейшее произведение, проникновеннейший человек, конечно, да, и история этой умирающей деревни, да, история Дарьи Пенигиной, которая прощается со своим домом, как с живым человеком, да, потрясающе, тебе очень понравится. Школьница, как и ее учитель, благодаря книгам и любви к литературе открыла для себя целый мир. Для меня литература – это, прежде всего, попытка найти саму себя в текстах других авторов, в поэтических строках. Мне очень нравится стихотворение Анны Ахматовой, любимая поэтесса. Как она сама говорила, она научила женщин говорить. Для меня это первый женский голос в русской литературе. Ирина Фатьянова сумела понять главное, как она считает, поэты и писатели были такими же людьми, как и она сама. Любили, мечтали и строили планы на будущее. Для школьницы участие в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады – только старт в ее будущем, потому что ученица твердо намерена стать филологом и изучать литературу как науку, особенно авторов Серебряного века. Субтитры создавал DimaTorzok